Лекция номер 12. Персонал и инженер технической службы и методы принятия решений по управлению ТО и ремонтом транспортной техники. Процесс принятия решений – это выбор варианта решения из нескольких возможных. Он складывается из характерных этапов и носит итеративный характер. При принятии решений используются определенные методы, которые классифицируются по нескольким признакам. В зависимости от ситуации, в которой принимаются решения, они подразделяются на стандартные и нестандартные. Стандартные решения принимаются в часто повторяющихся производственных ситуациях. Они содержатся в законах, стандартах, правилах, нормативах и других действующих документаций. При их принятии используется опыт других специалистов и организаций. Например, при тормозном пути больше нормативного правила дорожного движения автомобиль не допускается к эксплуатации. После определенной наработки автомобиль направляется на соответствующий вид ТО. Положение АТО и ремонте, заводские рекомендации и другие. У инженерно-технической службы до 60-65% всех решений. У инженера АТО по 83% и у главного инженера 45-55% приходится на подобные повторяющиеся производственные ситуации. Решения при этом принимаются в последующей схеме анализа рыночной и производственной ситуации и идентификация с одной из стандартных. Принятие решений по правилам или аналогии со стандартным. Знание и использование стандартных правил свидетельствует не об отсутствии творческой инициативы, а о высокой квалификации инженерно-управленческого персонала. Это блок-схема, показывающий процесс принятия решения. Например, ставится вопрос, существует ли проблема. Если нет, то схема обрывается, значит вопрос решен, как бы считается. А если да, тогда возникает вопрос. Назначение ответственно за принятие решения, потом сбор информации о состоянии системы внешних факторов. Ограничениях, потом установление или уточнение цели системы, подсистемы. Потом оценка ситуации, конкретизация проблемы. Серьезно ли проблема, такой вопрос ставится конкретный. Если да, значит необходима ли профессиональная помощь. Потом создание рабочей группы или привлечение консультантов со стороны. Примерная методика принятия инженерных решений. Это первое, по способу принятия решений. Второе, по объему и характеру информации. Третье, по аппарату принятия решений. По способу принятия решений. Стандартные и нестандартные. По объему характера. В условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. По аппарату принятия решений. Алгоритмический подход. Коллективное мнение. Расчетно-аналитический метод. Моделирование процессов. И натурный эксперимент. И наблюдение. В условиях недостаточной информации, свойственных производственных ситуаций, при принятии решений, широко используются методы интеграции мнений специалистов. Метод априорного ранжирования. Метод априорного ранжирования сводится к следующему. Первое. Организация или специалистам, проводящим экспертизу на основании условий заказчика, анализа литературных данных, обобщение опыта, опроса специалистов, анализа дерева систем и так далее, определяется предварительный перечень факторов. Второе. Составляется анкета, которая приводится желательно в табличной форме. Третье. Осуществляется комплектация и проверка компетентности группы экспертов. Четвертое. После формирования группы проводится устный или письменный инструктаж. Пятое. Экспертами осуществляется индивидуальная оценка предложенных факторов. Шестое. Организаторами экспертов проводится обработка результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова